Это Витязево! Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас из солнечной Анапы и очень жаркого Витязева. Мы находимся в отеле Деспина, который находится на улице Барханная 6. Здесь система полный пансион. И мы вам расскажем о нем. У них есть даже свой пляж, ребятки, на котором мы прогуляемся. Наконец-то Витязево покажем, как выглядит море. Итак, начинаем. Мы стоим по фасаду. Здесь есть парковка для тех, кто приезжает, пока люди зарегистрировались. А потом у них, собственно, парковка, которая входит в стоимость, находится напротив отеля Георгия. Она под охраной. За машинку можно не переживать. Территория здесь перекрывается. Никаких лишних транспортных средств здесь путешествовать не будет. То есть вся зона здесь свободная для вас. Заходим на территорию. И здесь мы наблюдаем с вами два бассейна. Один с левой стороны. Это для взрослых. И с правой стороны для детей. Площадь бассейна для взрослых. 48 квадратов. А для деток 18 квадратов. Оба бассейна с подсветкой, с подогревом. Ребята запускаются уже в мае и рады своим гостям, приезжающим на отдых. Стоят шезлонги под солнышком, на которых вы можете получать самый лучший наш Витязевский загар. С правой стороны зона отдыха и для детей есть большое пространство. С порезиненным покрытием, на котором ваши детки смогут поиграть, поотдыхать и спрятаться от палящего нашего солнышка. Поют птички в этом дворовом пространстве, которого здесь много. С левой стороны находится еще одно место для отдыха с мягкими сидушками и столами. С утра до вечера здесь идет анимация. Шесть раз в неделю. Один день всего лишь выходной, ребятки. Есть вот такая вот терраса, на которой вы можете поесть с видом на бассейн, а также внутри находится собственная линия шведская. Перед входом отель, с правой стороны, расположена ногомоечка. Давайте зайдем и узнаем, как там. А вот так вот выглядит сама программа анимации. Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует команда анимации отель Деспина. Мы будем рады вас видеть. Присоединяйтесь к нам. Заходим в сам отель. Нас здесь встречает рецепшн. Здравствуйте. Добро пожаловать в отель Деспина. Смотрим зону рецепшн, где вас принимают. Очень красивый зеркальный потолок. Я, честно, с таким не встречался еще. Есть кресло-диваны, где посидеть. С левой стороны находится линия шведская. Здесь завтраки с 8 до 10, обед с часу до 3 и ужин с 6 до 8. Между обедом и ужином здесь будет перекус. На перекус у вас будет идти выпечка, фрукты, овощи и напитки. А сейчас я вам предлагаю пройти и посмотреть, как происходит здесь завтрак. Сейчас мы с вами посмотрим шведскую линию завтрака. Отель Деспина, как выглядит. Молоко, кефир, сухофрукты. Есть гущенка сметана. Из каши у нас овсяная и чменная. Оно почему лед с фруктами. Далее яички есть, соусы разнообразные. Яблоки запеченные и рулеты с морковкой. Классовата. Далее нарезка. Сырная колбаска. Еще улечки вкусные. Свежие овощи. Есть блинчики. Дальше сардельки. Рис отварной с овощами. Цветная капуста. Омлет. Запеканка творожная. Блин с моргом. Фрукты. Сладости разнообразные на выбор. Также есть соки. Чай и кофе. Чай в принципе в большом ассортименте. Тоже проведем дегустацию шведской линии. Завтраки мне очень нравится. То, что люди подходят потихонечку садятся. Покушать можно как внутри, так и снаружи на открытом воздухе. Мне, кстати, очень сильно понравилось. Здесь как выглядит сама раздача. То есть она такая без упов. Есть мармиты, на которых расположена еда. То есть очень красиво смотрится. И все остальное в белых таких тонах. Люди так очень удобные стульчики. Они сидят с удовольствием, принимают пищу. Так вот выглядит наш завтрак. Оксана взяла себе творожную запеканку, овсяную кашу и сок. У меня немножко побольше разнообразия. Хотел попробовать как можно больше блюд. Еда по вкусу характеристически волшебная. Вот эти вот рулетики, которые мало кто-то что-то брал. Они просто восхитительные. Вот так вот выглядит добавка. Как тебе каша? Вкусно. Этот тебе понравился рулетик? Вообще волшебный. Мне это очень зашел. Сейчас продегустирую яичневую кашу. У нас с яблочком. Причем она считается очень полезной. Ее в детстве называли куриная каша. Дегустирую эту вкусняшку. Выпечка восхитительная. Так, и тортик. Вот так выглядит шведская линия. Обед в отеле Деспино. Бульон, гороховый суп, грибной суп, закуски свежие, овощи, соленья, два салата, нарезка, колбасная и сырная. Сегодня на обед у нас рулет мясной, овощи, запеченные картофель фри, курица в кляре, поджарка и свинины, макароны и фрукты, сезонные и выпечка. Но после того, как мы поели, набрали сил, можно отправляться и по номерам. Посмотреть, как выглядят они. Перемещение по этажам происходит при помощи лифта. Лифт довольно-таки просторный, удобный, с зеркалом. Можно посмотреть, чтобы вы не ушли. Другой бог, некрасивый. Также у нас есть вот такие вот лесенки. Это вдруг, если вы живете на нижнем этаже, либо любите заниматься спортом. Очень удобный, широкий, с небольшим поступком и хорошими перилами. На этажах имеются гладильные доски с утюгами, кулера, а также, если вам надо, предоставят детскую кроватку и стульчик для кормления. Отель оборудован пожарной сигнализацией и имеется лестница для вашей безопасности. Также очень большие просторные холлы возле лифтов. Смотрим с вами номер, который рассчитан на размещение двух человек. Доступ в номер идет по картам. Свет в номере также включается по карте. С левой стороны у нас есть место для хранения. Наполнение его это сейф, фен, плечики. Есть полотенце. С правой стороны двухспальная кровать с очень красивым изголовьем, прикроватными тумбочками, бранодними и сплет-системой. С левой стороны у нас есть место, куда повесить вашу верхнюю одежду, телевизор и доп-место. Если вы приедете с ребенком, можно его здесь будет разместить. Далее идет стол, под ним пуфик, сверху зеркало. А в столе есть холодильник. И отсюда имеется выход на балкон. В этом номере у нас балкон выходит во двор. Мы можем видеть территорию всего нашего прекраснейшего Витязела. Балконы широкие, как многие любят, разделены от соседей. Затемненным стеклом, чтобы не видеть, кто там находится. Для кого-то это очень важно. И внизу мы можем наблюдать бассейны и зону отдыха, в которой могут размещаться ваши близкие. С правой стороны есть сушилка. Здесь вы можете отдыхать и смотреть на наше любимое Витязева. Смотрим санузел. С правой стороны очень красивая раковина и зеркало. Такая большая душевая зона. С левой стороны унитаз, место для полотенец, подставка для ребенка. Стоимость проживания в этом номере 13200 сегодня на двоих человек. В проживание входит также и питание. Смотрим с вами номер 31. Доступ также осуществляется по картам и освещение включается. Так, номер рассчитан на трех человек плюс доп. Здесь с левой стороны у нас в прихожей имеется место для хранения. Наполнение это одеяло, плечики, полотенце, сейф и фен. Место для верхней одежды, тапочки, сумочница. Здесь в правую сторону сама комната, в которой вы можете расположиться. Двуспальная кровать, односпальная. Прикроватные тумбочки, брас, плит, система. Напротив есть еще доп. место для вашего ребенка в виде такого диванчика. Над ним висит телевизор, далее идет стол с зеркалом и пуфиком внизу. В столе находится холодильник. Также с этого номера можно выйти на балкон. Балкон здесь тоже просторный, имеет матовое стекло с правой стороны и с видом во двор. Есть сушилка для белья, а с левой стороны два стула и стол. Прекрасным видом наше Витязево. Будете отдыхать вы. Смотрим с вами санузел. Здесь у нас унитаз, раковина, зеркало, место для полотенец, подставка для ребенка и душевая зона по прямой. Также есть набор мыльных принадлежностей в каждом номере. Здесь номера рассчитаны на размещение маломобильных граждан. Поэтому если вы приезжаете с колясочником, то здесь все дверные проемы, порожки, пандусы, все для этого подготовлено. Отдых в этом номере на троих будет стоить вам 16200 рублей. Сейчас я вам покажу точно такой же номер, но отличие здесь в нем, как и в других номерах, одинаковых категорий, то что балкон у нас выходит на другой отель. То есть вы должны об этом знать, при бронировании уточняйте. То есть вот вид, потому что вдруг вы хотели одно, там получите другое, чтобы у вас не было разочарования. Обо всем рассказываю по-честному. Я бы, допустим, по сути взял бы такой, чтобы на меня меньше солнца попадало, так как мне его на улице хватает. Смотрим с вами номер трехместный с дополнительным местом и с большим балконом. Здесь с балкона вид на бассейн. С левой стороны заходим в место для верхней одежды сумочница. Так выглядит шкаф. Внутри одеяло, полотенце, сейф, фен, плечики. Проходим в номер. С правой стороны у нас три кровати. Одна двуспальная, односпальная, с красивым изголовьем бра, прикроватными тумбочками, сплит-системой. И напротив доп. место для ребенка. Над ним имеется телевизор. Дальше есть стол, под которым находится холодильник и пуфик. Над столом имеется зеркало. Холодильник. Балкон действительно здесь отличается, так как мы находимся на террасе. Он здесь очень большой. И здесь два таких номера в этом отеле. Посмотрите, какое пространство. Здесь стол, три стула. И вид на красивых и прекрасных отдыхающих в этом бассейне. Красота. Смотрим санузел. Здесь у нас раковина, зеркало, душевая зона, мыльные принадлежности, унитаз, место для полотенец и подставочка для ребенка. Отдохнуть в этом номере можно за 17 тысяч с питанием. Если вдруг дополнительное место, то 3200 в любой номер вы можете взять с собой своего ребенка. Цена указана с питанием. Мы посмотрим номер, который находится на первом этаже. И он предназначен как раз для маломобильных граждан. Здесь вход также по карточкам. С левой стороны есть место для вашей верхней одежды. Снизу сумочница. Наполнение шкафа, дополнительное одеяло, сейф, фен. Есть плечики и полотенце. Заходим дальше в номер. Номер рассчитан на трех человек плюс доп. Здесь двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, односпальная кровать, бра, сплит-система. С левой стороны имеется дополнительное место. Можно разместить вашего ребенка. Над ним телевизор, есть зеркало, стол. В столе имеется холодильник, рядышком стоит пуфик. И выход на балкон. Балкон здесь с видом на домике персонала. То есть это первый этаж. Вы должны об этом знать. С левой стороны имеются два стула и стол. Смотрим санузел. Здесь он выполнен вот в таком формате. То есть у вас туда даже небольшие бортики. Вам будет удобно туда заезжать. Допустим на коляске имеется унитаз, раковина, зеркало. Место для ваших полотенец. То есть это отличительная особенность именно этого номера. Я думаю, что для многих это будет важно. Я честно ни разу такое не показывал. Поэтому берите на заметку. Стоимость проживания в этом номере 15500 рублей на троих. Ну и доп. Место, если вам надо. Это с питанием, собственным пляжем, территорией, друзья. Итак, дорогие друзья. Отель мы вам показали как снаружи, так и внутри. Теперь осталось показать его пляж. До него заявляют 400 метров, минут 7. Свободным, прекрасным, прогулочным шагом. Сейчас люди отдыхают. А чтобы сидеть, зачем там море? Я смотрю на это. Мне прям свеяться хочется. С левой стороны мы пройдем по раллию, найдем. Она тут прям в 50 метрах находится. Вот эти зеленые деревья уже говорят, что она там. А пойдем мы через улицу Светлую, вот туда направо. По улице Барханной. От самого отеля мы поворачиваем в левую сторону и двигаемся уже к морю. Рядышком с отелем, видите, здесь есть свой аквапак Олимпия. Мы поворачиваем к нему и вдоль него по тенистой аллее приближаемся уже к пляжу. Аквапак Витязева работает с 10 до 6. Стоимость билета 2000 взрослых, 1200 детских. Вода 23, воздух 31. Проходим, как я и сказал, по тенистой аллее вдоль красивого нашего аквапака, который многие очень любят. С левой стороны у нас торговые павильончики, в которых продается вся нужная утварь. И посерединке есть лавочки с мусорками, на которых можно посидеть. Здесь всегда чистота, играет такая фоновая музыка. Все круто и классно. Мы дошли до конца аквапарка. И здесь на улице Светлая тоже большое количество разных торговых павильончиков. И выход к морю по настилу. Так же здесь работает у нас фонтан, но что-то не сейчас. По прямой у нас выход на пляж Аквамарин. Здесь есть и переодевалочки, и мусорки. Настилы мы по ним прошли. А нам надо пройти немножко в правую сторону до пляжа, на котором расположены ваши лежаки. Доходим до поворота и уже двигаемся дальше к пляжу. Это второй пляж Аквамарина. То есть, как я и говорил, все очень близко. Поворачиваем направо возле вот этого шатра и доходим уже до размещения пляжного. Здесь относятся к вам две секции. И на пляжике у вас также есть и душ, туалет, переодевалочки. С левой стороны находится бар и спасательная вышка. То есть, все, что нужно для комфортного отдыха на море, имеется. Вот такие дела. Так, мои дорогие, что самое главное стоит отметить? Потому что морешко вас ждет. Оно классное, прекрасное, чистейшее и манящее. 30,4 температура воздуха сейчас. И для вас замерим температуру водички. Температура моря 26,3. Шикарно. Чуть прохладнее, чем вчера, но при этом тоже классно, друзья. Ну что, мы вас всех ждем. Приезжайте обязательно. Оксана там под солнышком уже спарилась, ушла под навесом. Видите, зла с чистейшим, прекраснейшим морем. Готова воспринимать свои объятия. Если где-то нашли вы даже какие-то вопросы и проблемы, там взяли в море, прошли чуть левее, правее. И оно вас будет радовать 100%. Друзья мои, я вас очень жду. Встретимся на параллели. Ну а сейчас по традиции наше море. Но перед этим прошу подпишитесь на мой канал в Телеграме. Море Оз вы видите его на экране. Тут вас очень рад нам видеть. Там онлайн температура воды, погода. От наших подписчиков присылаем все разнообразные пляжи, чтобы вы знали, где сейчас лучше. Такие дела. Ждем вас, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.